Всем привет! Ребят, сегодня коротенький ролик будет. Покажу вам два львенка. Это Peugeot 3008 в одинаковых цветах, но разных комплектаций. Итак, у нас будут сегодня небольшое сравнение. Актив комплектации и Allure. Allure, как видите, это машина та, что находится справа на LED-оптике, а Актив это та, что слева на галогеновых фарах. Итак, ребят, два абсолютно одинаковых автомобиля. Одинакового года выпуска 2019-го. Полторашки дизеля 130 лошадей на 8-ступенчатых автоматах. Обе, то есть, по техническим данным, они одинаковые, но отличаются именно комплектациями. Такой вот серо-болотистый оливковый цвет они имеют. И сегодня на примере этого коротенького ролика я, то есть, обывательским языком простым, вам объясню людям, которые не подготовлены, как же отличить комплектацию, допустим, актив от Allure. Чтобы в дальнейшем где-то вы были в каких-то ситуациях, где вам будут предлагать актив под видом Allure, вы уже понимали, что это не Allure, а актив, допустим. Итак, смотрите. Allure у нас, вот этот автомобиль, он может быть также без LED-пакета. LED-пакет, это вот LED-фары, да, то есть, передние и противотуманные фары. Просто, когда идут LED-овские, значит, основные фары, то есть, дальний-ближний, всегда идет LED-противотуманные. Но Allure может также быть, как и у актива, комплектоваться галогеновой оптикой, то есть, будет ДХОшка, чуть-чуть другая, да, то есть, она вот такой вот полосой, а здесь прерывистыми полосами. И галогеновые противотуманки. Больше, так скажем, различий, кроме выступов, вот, у фар в бамперах, то есть, может и не быть, но это не основные показатели, то есть, я имею в виду, что, как и сказал ранее, тот же Allure может быть на таких вот фарах, не, значит, без LED-пакета. Смотрите, чуть-чуть отличаются выступы бамперов, вот, допустим, у галогеновой вот этот чуть короче, да, то есть, выступ, а здесь такой вот, как клык, то есть, он длинный. Вот здесь вот бампера отличаются именно в этих частях, в этих обоих машин, чтобы было нагляднее, вот вам сразу две, значит, вариации фар, галогеновые и LED-овские. И я думаю, что даже человек неподготовленный это видит. Потом, далее, допустим, в Allure у нас, может быть, не всегда так, но, допустим, если видите, юбка, она окрашена в серебристый такой цвет в активе, то есть, она просто черная, пластмассовая, то есть, она без окраса идет. Далее, у активов есть также парктроники перед-зад, но в нашей комплектации, вот, обычный актив, ее нету, ну, то есть, я имею в виду, передних парктроников, да, то есть, как, например, здесь, которые видят боковые всякие препятствия. По решеткам они также немного отличаются. Смотрите, здесь, как бы, если видите, вот эти ромбики в таком, значит, вертикальном положении. Здесь же чуть другая решетка, она имеет чуть другие вот эти квадратики, они в горизонтальном направлении. Сейчас еще раз сделаю общий вид, и, наверное, видите, да, вставки в радиаторных решетках чуть разные, помимо еще вот этого клыка и фар. Далее, сейчас я быстренько пробегусь по основным моментам Allure, и потом пробегусь по активу. Итак, у нас 18-е колеса, такие вот, бывают и 19-е у Allure, у актива же всегда такие вот, на более высокой резине, более простые, на 17-х колесах машина. Ну, давайте проще покажу с другой стороны. Она имеет не такие выраженные колеса, но имеет более высокую резину и более дешевую, в сравнении с 18-ми, 19-ми колесами. По хрому линии вот этих боковых все идентично, которые идут вокруг. Допустим, также у актива зачастую отсутствуют рейлинги. Вот рейлинг на Allure, на активе они зачастую отсутствуют. Но я видел и на активе, как до попца был рейлинг. Да, ребят, зеркала у них абсолютно одинаковые. Также у нас, кстати, не сказал, вот эти вот хромированные накладки, да, то есть, вот в Allure они есть, в активе они отсутствуют. Как и неокрашена губа переднего бампера. Хорошо, когда есть совершенно одинаковые машины, даже в одинаковых цветах, чтобы, знаете, не гадать, вспоминать на память, что у них одинаковые, что нет. А вот вам живой пример. Конечно, LED свет будет круче, чем галогеновый, здесь спору нет. Так, по задним частям быстренько пробежимся и потом пойдем к интерьеру. Итак, запомните, Allure, он немного на других, более больших, богатых колесах. Есть у нас, получается, в Allure дополнительные хромированные накладки и чуть другая радиаторная решетка. По задним частям они абсолютно одинаковые. Не знаю, может, сейчас против солнца стою, по солнцу, может, что-то бликует. Здесь особых отличий нету. Фонари у них абсолютно одинаковые. Так, вот, допустим, если мы возьмем актив, у него по-любому не будет электропривода задней двери, также нет задней камеры у Allure. Конечно, все, ребята, наборное, но я обобщаю. У Allure тоже, может быть, не быть электрических, но в данной ситуации они есть и зачастую не встречаются. То есть, есть электропривод вот этой задней пятой двери. То есть, вот кнопки складывания. Здесь у них все одинаково. То есть, здесь запасное колесо. И здесь тоже должно быть запасное колесо. Да, оно есть. Вот просто убрали куда-то вот этот пенал. Он должен быть. Нет вот этого блока кнопок, который складывает. Напомню, камеры нет. Партроники задние есть у него. Здесь же складывается все кнопочкой. Так, давайте, наверное, сейчас начнем с более богатой комплектации. По интерьерчику быстро пробежимся. Итак, у нас есть бесключевой доступ. Там его нет. Там открывается с ключа все. Здесь же вот есть датчики на двери. Есть слепые зоны. В Allure их нету. Ой, извиняюсь, заговорился. В Allure их нету. Дальше. У нас есть фоновая подсветка. У нас есть комбинированные, сейчас про Allure говорю, сидения. То есть, также Allure бывает и на таких же сидениях, но с электроприводом. Здесь механические. У нас есть камера заднего вида. Есть вот эта кнопка индивидуальной настройки. Подсветки. Также есть духи. Здесь озонация. По приборкам они абсолютно одинаковые. Здесь по клавишам также одинаковые. Есть у нас вот здесь такая вот кнопочка. Start-Stop. Иногда они комплектуются в Европе. И Grip Control. Такая шайба, где выбор режима езды. Песок, грязь, снег. Ну, видите, она тоже опциональная. Не как у нас в российских версиях. Везде она идет. В принципе, значит, по заднему ряду здесь, в принципе, все будет одинаково. Везде четыре подъемника будет. Климатическая установка и в той, и в той комплектации. Ну, давайте сейчас в активе. Здесь более простая машина, но она и дешевле где-то на 100 тысяч рублей в среднем. Может даже бывает на 150. Нету слепых зон. Нету, помните, черточки вот этого бесключевого доступа. Так, аккуратнее. Здесь более простые, значит, тканевые сидения. Ткань приятная на ощупь, безносостойкая. Здесь, если помните, селектор одинаковый, но нет кнопки старт-стоп, к примеру. По клавишам, по мониторам все одинаково. По приборке. Значит, рулевые колеса также одинаковые. Даже в активе есть, значит, круиз. Четыре подъемника. Климат, навигация. Все это есть в акте. Вот эта штука. Вопросов нету. Просто она более дешевая. Если не ошибаюсь, я думаю, что знатоки найдутся. По-моему, есть еще бизнес. Комплектация называется бизнес. Если кто знает, напишите, есть ли она или нет. Просто я точно не могу вам сказать, что она есть или нет. А вот он, пенал. Почему-то он не в багажнике, а здесь. Но, видите, они все комплектуются колесами. Вот, не закончил мысль. Ребят, напишите, кто точно знает про бизнес-комплектацию. Как она выглядит и чем отличается. В принципе, теперь я думаю, что вы сможете отличить тот же актив. Если вам будут его продавать под видом алюр. Вы помните, начинать нужно с колес. Понятно, что могут и поменять и на алюре оказаться такие колеса. Но все равно, в основном, у актива 17 колеса. Меньше хрома по бокам, рейлинги. Простая по-любому будет оптика. То есть, лет пакета там не будет. И не будет какого-нибудь бесключевого доступа. Просто актив тоже бывает с доп. пакетами. Но у нас самый простой. Вот этот. Как бы. И определить его не составляет труда. Ну и про решетки тоже, я думаю, не забыли. Ребят, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на телегу. Группу ВКонтакте. Всем пытаюсь ответить. Номер все знаете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok